Приложение 3CX Затронем вопросы совершения вызовов, использования чата, создания и управления видеоконференциями. Также поговорим про настольное приложение 3CX, рассмотрим его возможности и варианты использования. Итак, сначала рассмотрим работу абонента в веб-панели личного кабинета 3CX. Работая в панели личного кабинета, абонент видит список контактов и их статусы. Звонок совершается с помощью нажатия на кнопку с трубкой. При совершении вызова статус контакта, которому звоним, мигает желтым цветом. В правой части экрана активируется панель вызова. Когда абонент отвечает, в панели отображается текущий вызов. При разговоре статус абонента горит желтым цветом непрерывно. Для завершения вызова необходимо нажать красную кнопку с трубкой. Вызов завершен. Для совершения видео вызова необходимо нажать на значок камеры в панели контакта. Для активации чата с абонентом необходимо нажать на кнопку чат. Абоненты на АТС могут указывать свой статус. Есть 5 стандартных статусов, из них 3 фиксированных и 2 кастумных. Статус может меняться автоматически в зависимости от периода рабочего времени, перерыва на обед и текущего дня праздника. Абоненты АТС могут устанавливать свой собственный статус с текстовым указанием. Отошел на обед и установил свой статус. Вызов принимается аналогичным образом. При поступлении входящего вызова в правой части экрана появляется окно входящего вызова. Нажатием на зеленую кнопку мы отвечаем на вызов. В панели текущего вызова мы можем вызов удержать, отключить звук, выполнить, совершить новый вызов, направить вызов в конференцию, совершить перевод вызова, сопроводительный перевод, записать вызов, совершить набор ДТМФ в вызове и пригласить видео. Когда нажимаем кнопку «Пригласить видео», активируется экран, соответственно инициируется видеопоток. Завершаем вызов. Следующая тема – это конференция. В левой части экрана на главной панели, нажав на кнопку «Конференции», мы переходим в панель конференции. В панели конференции в левой части есть кнопка «Плюс», нажав на которую мы можем создать тип конференции, аудио, видео, либо вебинар. Назначить время запустить сейчас, либо запланировать на какое-то указанное время. Здесь необходимо ввести тему конференции, при необходимости добавить дополнительную информацию. Указать время, указать длительность, пригласить пользователей. Пригласили участников, нажать кнопку «Создать» и конференция будет создана. Письма с электронной почтой, приглашением в конференцию отправятся на электронные почтовые ящики абонентов, которых мы пригласили. Если есть необходимость записать конференцию сейчас, создать конференцию сейчас, тогда необходимо выбрать время сейчас, выбрать тип видео, либо аудио, ввести имя темы, указать дополнительную информацию, пригласить абонентов, создать конференцию, будет доступна ссылка с текущей созданной конференции. Также в конференцию «Динамически» можно добавлять дополнительных участников. Когда мы добавляем дополнительных участников, на электронную почту абонентам отправляется письмо с приглашением. Работа с конференцией выполняется с помощью веб-панели, которая работает в браузерах Firefox Chrome. Нажав на кнопку «Джойн», мы открываем панель конференции, внутри которой мы можем управлять поведением данной конференции. Далее. Работа с чатом. Для работы с чатом необходимо перейти в соответствующий раздел, нажав на кнопку «Чат» в главной панели личного кабинета 3CX. Используя чат, можно писать сообщение. Для отправки сообщения необходимо нажать на «Плюс», нажать «Начать чат», выбрать пользователя, с которым необходимо произвести переписку в чате и ввести текст сообщения. Если необходимо создать групповой чат, тогда необходимо нажать «Плюс», нажать «Создать групповой чат», выбрать пользователя группового чата. Нажать кнопку «Далее», ввести название чата. Нажать кнопку «Начать чат». Сообщения, отправленные в группу. Будут приняты каждым участникам чата. Также, пользователи и группы могут быть удалены из списка участников чата. Для того, чтобы удалить пользователя или группу, необходимо вызвать контекстное меню, нажать кнопку «Удалить» либо «Перенести в архив». Используя чат, также можно отправлять файлы. Но файлы должны быть определенного формата. Нельзя отправлять любые файлы в чате. Файлы могут быть либо картинки, либо текстовые, либо документы. Для того, чтобы отправить файл в чате, необходимо просто притащить этот файл в панель. Файл будет отправлен. Далее, пропущенные вызовы. По кнопке из главной панели вызовы в личном кабинете отображается вся таблица всех вызовов, которые были совершены данным пользователем. Входящие, исходящие, все вызовы будут перечислены. Для того, чтобы отфильтровать по типам вызовов, либо текущие, либо входящие, либо пропущенные, исходящие или упущенные, необходимо в правой части окна указать, по каким вызовам выполнить фильтр. Для отображения только пропущенных вызовов, необходимо выбрать пропущенные вызовы. В записях будет отображаться имя, фамилия, номер, длительность попытки вызова, а также дата и время входящего упущенного вызова. Для того, чтобы перезвонить, необходимо в правой части экрана нажать кнопку «Позвонить». Для того, чтобы инициировать чат с пользователем, необходимо нажать на кнопку «Чат». Вызовы можно удалять, нажав на кнопку «Корзина». «Голосовая почта» в личном кабинете внутреннего абонента 3CX на главной панели за троеточием. Нажав кнопку «Голосовая почта», необходимо перейти в панель голосовой почты. На значке «Голосовая почта» в правой части синим цветом будет указано количество пропущенных вызовов, которые еще не были просмотрены. Нажав на кнопку, мы переходим в панель пропущенных вызовов. В панели мы видим список абонентов, которые нам звонили и оставили голосовые сообщения. В голосовых сообщениях указывается имя, фамилия, номер телефона, дата, когда было оставлено сообщение, длительность этого сообщения. Сообщение можно загрузить, проиграть, перезвонить абоненту, а также удалить. Голосовые сообщения можно скачать по контекстному меню, воспроизвести на телефоне, позвонить, отметить как непрослушанное и удалить. Также можно выбрать все сообщения и удалить сообщения группой. Можно выполнить поиск необходимого нам голосового сообщения по номеру или имени. Далее, в личном кабинете абонента есть возможность отредактировать свои собственные данные, настроить параметры отображения и языка интерфейса, параметры темы, указать пароль входа в личный кабинет, а также отправить себе на электронный адрес файл с настройками для входа в личный кабинет и настройками приложения, настольного или мобильного. Для настройки мобильного приложения есть кнопка QR-код. Сканируя смартфоном и приложением 30x для смартфона данный QR-код, можно зарегистрировать приложение в системе 30x. С помощью параметров личного кабинета также можно настроить BLF-кнопки на телефоне, настроить параметры интеграции, настроить приветствие, записать приветствие, настроить собственные статусы, настроить параметры отображения и настроить параметры аудио и видео. Какие устройства будут использоваться для совершения видео вызовов и выполнения видеоконференции. Теперь давайте перейдем к настольному приложению 30x. Настольное приложение 30x служит для автоматизации работы с телефонной системой 30x с использованием рабочего стола. Вызывается приложение с помощью вызова программы. Например, в поиске мы можем набрать цифру 3 или 3CX и вызвать приложение. Приложение запускается. Также при установке приложения на рабочем столе формируется ярлык, с помощью нажатия на который также можно запустить приложение. Вызвав выполнение программы, необходимо дождаться, пока она запустится. Запуск программы может занять некоторое время. Приложение для 30x существует для платформ Windows и Mac. Для того, чтобы загрузить приложение 30x, необходимо перейти по ссылке, например, из поиска Google. По данной ссылке бесплатный софтфон для Windows может быть установлен на смартфон, а также загружен для настольных систем Windows и Mac. Чтобы начать прямо сейчас, скачайте бесплатный софтфон и софтфон загрузится в систему. После установки и старта софтфона необходимо либо два раза нажать, либо перетащить в запущенный софтфон конфигурационный файл, который пришел в письме, отправленном системой 30x. Перетащив конфигурационный файл для софтфона, настройка производится автоматически. При активации софтфона 30x по умолчанию у нас отображается список абонентов, которые в данный момент активны. В правой части каждого абонента, нажав на стрелку, можно посмотреть характеристики этого абонента. Внутренний номер и адрес электронной почты, а также имя и фамилию. Нажав на стрелку, можно вернуться обратно к списку. В списке также видны статусы абонентов, обозначенные цветом. В панели приложения софтфона 30x в нижней части расположены кнопки главного меню. Первая кнопка – это отображение списка абонентов и их статуса. Вторая кнопка – это контакты. Третья кнопка – история вызов. Следующая кнопка – голосовая почта. Кнопка чата. Кнопка запуска видеоконференции. Кнопка входа в текущую запущенную конференцию. Также есть кнопка панели оператора и кнопка общих настроек приложения. В верхней части приложения отображается имя и фамилия абонента, которые в данный момент вошли в систему. Под именем расположен список выбора статуса. Здесь можно установить свой текущий статус, а также, нажав на стрелку, указать текстовое сообщение текущего статуса. Также можно задать режим перенаправления вызова при текущем статусе. Выбрать режим одновременного звонка на мобильный телефон и возможность приема нескольких вызовов. Нажав кнопку «Ок» необходимо сохранить параметры. Под списком выбора статусов расположена кнопка доступа к списку голосовых сообщений. Каждое голосовое сообщение имеет свои параметры, в котором обозначен номер, который нам оставил это сообщение, имя и фамилия, дата и время голосового сообщения, а также его длительность. Выбрав контекстное меню, можно воспроизвести сейчас, воспроизвести на телефон, позвонить, отметить как прослушанное, как непрослушанное, либо удалить голосовую почту в корзину. Кнопка списка сообщений голосовой почты также продублирована внизу. Рядом с кнопкой голосовой почты находится кнопка переключения режима работы софтфона в приложение CTI, либо в приложение софтфон. В приложении софтфон мы можем совершать исходящий вызов, используя аудиосистему компьютера. Используя режим CTI, мы можем управлять подключенным IP-телефоном к системе 3CX. Между режимами можно переключаться в любое необходимое время. На верхней панели в правой части также указан статус текущего состояния вызова в приложении. В данный момент трубка положена. А также находится главное меню приложения. В главном меню приложения продублированы кнопки, которые находятся на нижней панели приложения. Нажав на пункт меню, мы можем перейти в соответствующий раздел и выполнить необходимые действия. Например, в секции в режим работы приложения CTI мы можем выбрать режим сотрудника. Появляется список внутренних абонентов и их статусов в отдельном окне, в котором мы можем работать с данными абонентами. Можем вызвать, оставить голосовую почту, совершить интерком вызов, выполнить конференцию, инициировать чат, отправить e-mail. В данной панели оператора также можно выбрать режим секретаря, где в верхней панели будут видны активные вызовы. В нижней панели будет виден список абонентов. Забежите сообщение, затем нажмите кнопку или нажмите кнопку. Существует несколько режимов. Режим сотрудника, режим секретаря, режим менеджера организации, режим супервизора колл-центра, панель колл-центра. Данные режимы панели операторов используются агентами колл-центра. Их очень удобно применять в различных ситуациях и в различном режиме работы оператора колл-центра. С помощью данной панели можно управлять вызовами в зависимости от настроенных полномочий в системе 3CX для абонента. Далее в секции главного меню приложения 3CX Softphone есть меню настройки учетных записей. Softphone может работать с несколькими учетными записями. В данный момент учетная запись только одна. Учетную запись можно отредактировать. Можно ее удалить. Можно настроить номер, логин, учетные записи 3CX, пароль, параметры сервера, домена, порт, пароль туннеля. Также в системном меню можно настроить параметры аудио, выбрать тему, совершить повторную регистрацию, отправить файл настроек на электронную почту. Далее идут справочные разделы, перейдя в которые можно почитать о том, как правильно использовать приложение Softphone 3CX для рабочих столов. Также можно выполнить выход из приложения. В верхней части меню можно показать панель кнопок BLF, запустить видеоконференцию. Главное меню 3CX продублировано также кнопками на нижней панели. Нажав на соответствующие кнопки, можно перейти в необходимый нам раздел. Первая кнопка – это список абонентов с их статусами. Вторая кнопка – это список контактов. Это список тех контактов, которые мы заводим в личном кабинете 3CX. Это те же самые контакты, которые мы можем создавать, добавлять, вводить данные. Нажав на стрелку в правой части контакта, мы можем посмотреть параметры этого контакта. Имя, фамилию, компанию, в которой контакт находится, номер мобильного телефона, рабочего, второго рабочего и рабочего факс. Можно контакт отредактировать, либо удалить. Нажав на стрелку влево, мы возвращаемся в список. Следующая кнопка – это история вызовов. В истории вызовов у нас виден список всех вызовов, которые либо совершались, либо приходили, либо были пропущены. Нажав на запись вызова, можно перезвонить, перезвонить на внутренний, оставить голосовое сообщение, выполнить интерком вызов, инициировать конференцию, чат, удалить запись или копировать в буфер обмена. Нажав на стрелку в правой части, у нас доступно то же самое меню, которое мы вызывали с помощью контекстного меню. Внизу списка также есть кнопки, которые позволяют нам отфильтровать вызовы по типу. Следующая кнопка – это голосовая почта. Она дублирует кнопку, которую рассматривали ранее сверху. Кнопка чата позволяет нам инициировать чат с внутренним абонентом. Используя приложение 3CX, мы можем создать чат, индивидуальный, либо групповой, выбрав необходимых абонентов, с которыми мы хотим общаться. Выбрав абонентов и нажав «Начать чат», у нас активируется окно, с помощью которого мы можем отправлять сообщения. Сообщения будут отправлены всем участникам чата. Каждый участник чата, который нам ответит, его текст будет показан в панели переписки. Следующая кнопка служит для запуска видеоконференции. При нажатии на эту кнопку у нас активируется веб-браузер и открывает страницу приглашения в конференцию. Далее у нас кнопка «Список конференций». При нажатии на кнопку «Список конференций» мы попадаем в панель, в которой приведены все конференции, созданные в системе. Нажав на любую конференцию, нас также перенаправляет в панель, с помощью которой мы можем работать с данной конференцией. Подключиться, перенаправляет в панель конференции. Конференции, созданные нами, могут быть завершены, удалены, а также может быть изменено расписание. То есть задано время, в которое будет запланирована данная конференция. Либо конференцию можно запустить прямо сейчас. С помощью данной панели можно также создать новую конференцию, указать ее тип, указать тему, указать примечания и выбрать тип отправки, приглашения в данную конференцию. Можно запустить ее сейчас, можно указать время и запланировать. Следующая кнопка – это панель оператора. Она дублирует кнопку, которую мы нажимали из главного меню программы, когда переходили в секции режимы работы панели оператора. Крайняя кнопка справа – это кнопка настройки параметров системы. Параметры системы мы будем рассматривать более подробно в настройках администрирования. Для конечных пользователей, для абонентов, которые используют приложения, параметры системы могут быть полезны лишь в том случае, если абоненты разбираются в системных настройках приложений, в настройках телефонной системы. Но в некоторых случаях могут быть настроены собственные темы, например, может быть выбрана белая тема приложения. Для того, чтобы применить настройку, необходимо выполнить перезапуск приложения, и с новыми параметрами приложение запустится, уже используя новую тему. Также можно выполнить повторную регистрацию, отправить файл настроек, выполнить выход из приложения. На данном этапе настройку и использование настольного приложения 3CX мы с вами рассмотрели. Спасибо за внимание и на сегодня свой доклад завершаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok